Всем добрый день! Сегодня мой отзыв еще в одном чае. Такой чай я еще не покупала, поэтому я сама не знаю, что меня ожидает. Это кенийский крупнолистовой черный чай. Расфасован он в Алматинской области в Казахстане на ИП Чайный Центр. Вот такая упаковка. Здесь 150 грамм стоит такой чай 900 тенге. Вот здесь написана информация об этом чае. Производители уверяют, что этот чай самый лучший чай среди листового чая. Посмотрим, насколько эта информация соответствует действительности. Вот такая упаковочка обвернута целлофаном. Правда, здесь не очень аккуратно. Как видите, как будто уже отклеивали и снова заклеивали. Но надеюсь, что это не подделка. Итак, открываю коробочку, смотрю. Вот такой пакет в золотистых тонах. На пакете вот такая эмблема и написано чайный центр. Итак, посмотрим, что за чай той нам предлагают производители. Скрываю упаковку. Не знаю, насколько это крупнолистовой чай, потому что я все-таки встречала чай намного крупнее листочки. Ну, посмотрим, какой он будет в заваренном виде и какой у него будет вкус. На упаковке написано, как заваривать этот чай. Чай заваривается из расчета 1 чайная ложка сухого чая на чашку и плюс 1 чайная ложка сухого чая на чайник. Чайник я уже обдала кипятком и насыпаю 3 чайных ложки чая. Так как у меня в чайнике, в чайник помещается 2 стакана. И заливаю кипятком. Закрываю крышкой и буду настаивать 5 минут. Прошло 5 минут, давайте посмотрим, что получилось. Как видите, чай не черный, так что его не обязательно разбавлять кипятком. Осталось только попробовать, какой он на вкус. Но цвет у него довольно-таки красивый. Нет такой яркой красноты, которая выдает наличие красителя. Попробовала я чай, у него очень мягкий вкус. Он не горький, не терпкий, но я его заваривала всего 5 минут. На упаковке написано, что этот чай заваривает 5-10 минут. Видимо, рассчитано на тех, кто любит мягкий чай и кто любит более терпкий чай. Сейчас я хочу его подержать 10 минут и потом посмотрю, какой у него будет вкус. Прошло 10 минут, чай стал значительно темнее. И посмотрим, что получилось, какой у него будет вкус. Но он не красный, как вы видите, и не черный. Например, я не люблю, чтобы чай был горьким. Но люблю крепкий чай. Наверное, такой чай мне понравится. Как видите, даже через 10 минут чай не стал слишком темным, но у него проявился более насыщенный вкус. Горечи в этом чае нет. Есть легкая терпкость и приятный аромат. Сейчас попробую чай с молоком. Наливаю свежезаваренный чай. У чая такой темно-коричневый цвет, как у кофе с молоком. Попробовала я чай с молоком. Он мне понравился, но он не крепкий. И у него нет горечи и сохранился вкус чая. Но, как я говорила, чай все-таки это мягкий чай. Поэтому, если вы любите крепкий, терпкий чай, возможно, вам он покажется слабоватым. Вот такой красивый получился чай. Но что я могу сказать? Чай действительно очень вкусный, но он недостаточно крепкий для тех, кто любит прям совсем крепкий чай. Он не горький, у него мягкий вкус. И его терпки можно назвать натяжкой. Но аромат у него есть. Поэтому мне такой чай понравился. И его можно пить с молоком. Но в таком случае нужно заваривать его. Настаивать его надо не 5 минут, а 10 минут. Тогда у него раскрывается и вкус, и аромат. Вот так выглядит чай с молоком. Вкус у него сохранился. И сохранился аромат. Если мой отзыв оказался вам полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, заходите в гости. Будет ещё много интересного. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok